Здравствуйте дорогие зрители! Сегодня мы расскажем вам о новостях в нашем маленьком мыльном мире. Новости наши сегодня разнообразные, так что готовьтесь. Начнем мы с болезни Хосе Луиса Родригеса, больше известного под именем Эльпума. Он признал, что у него раковое легочное заболевание, которое излечению не подлежит. Из-за этой болезни Эльпума испытывает приступы удушья и постоянно нуждается в кислородной маске. Но сами понимаете, что настроение у него не из лучших. Кому приятно признавать, что его болезнь неизлечима и жизнь может оборваться в любой момент. Но присутствие духа он не теряет. Мужик он очень сильный, волевой и к возможному печальному концу относится стоически. Ну вот, и как раз в этот момент решил он написать книгу, которая так и называется «Эльпума и я». Эта книга написана в форме диалогов с воображаемым другом, где певец рассказывает о самых важных событиях в своей жизни и делится своими переживаниями. Он упоминает всех тех людей, которые оказали на него влияние, которые, в общем-то, прошли через всю его жизнь. Вспоминает и о своих любовных романах, и о своих детях. В общем, всё-всё-всё, что мы о нём не знали. И вот здесь как раз всё это можно узнать. Написана книга достаточно таким хорошим живым языком. Ну вот, и что тут ещё с ним произошло? Подруга Эльпумы Кристал рассказала, что он помирился с дочерьми Лилианой и Лилибет. Дело в том, что у Пумы характер такой, достаточно, так сказать, своеобразный. И поэтому с двумя девочками своими, со старшей Лилианой и младшей Лилибет, как-то у него отношения не заладились. Тем более, что все дети у него от разных жён. Ну и они пришли к нему в госпиталь. Говорят, что там была очень такая прочувствованная сцена. Все плакали, обнимались, просили друг у друга прощения. Ну, что, в общем, хорошо, конечно, когда всё-таки мир в семье. А средняя Хинесис Родригес, она с отцом в хороших отношениях. И вот в Твиттере она ему написала, что гордится им очень. Кстати, по поводу этого. Президент Венесуэлы Николас Мадур опять-таки пропустил возможность промолчать за умного бы Сашу. И сказал, что этот самый Хосе Луис Родригес, человек нехороший, 30 лет назад из Венесуэлы уехал, про нашу партию плохо говорит, про нашего обожаемого священного лидера плохо говорит. И вообще, вся эта фигня с болезнью – это чистый пиар, потому что он просто-напросто хочет издать свой новый диск. И поэтому ему публика нужна. Ну, конечно, всё может быть. Можно и такое себе представить. Ну, как-то, знаете, сомнительная вещь, потому что такие серьёзные болезни – это не повод для пиара и не повод для вот этой вот шумихи. Я так понимаю, что на самом деле Эль Пума сейчас в таком состоянии, что ему, в общем-то, вот это вот внимание не особо-то и надо. Ну, посмотрим. Мадуру, конечно, виднее. Он, наверное, сам всегда так делает. А вот что касается пиара, то до расселя Рамбулы тут не дотянуться. Тут её никому не переплюнуть. Она тут попала в госпиталь с подозрением на пневмонию, пролежала там 4 дня. Оттуда обратилась и к своим фанам, и к разным изданиям. Для фанов вот видяха была, для газеты журнала фото на больничной койке с кислородной маской и с родственниками, и так, и сяк, и этак. А уже через несколько дней, то есть ровно через 4 дня, она была из больницы выписана и начала уже гулять вовсю по пляжу. Вот скажите, пожалуйста, вот вы после серьёзной лёгочной болезни, после воспаления лёгких будете ходить по пляжу, плескаться в водичке, да? Ну, вот, то-то и оно. А зачем, спрашивается? А для поднятия рейдингов «Лас Мизераблес». Они у нас 04-05. Распиарены были, как-то сказать, непомерно. Вот, все ждали шедевра, но что-то не задалось. Может быть, о расселе немножко поднадоело, а может быть, сюжет не ахти. Как всегда у теле-мундаж, знаете как, значит, актёры хорошие, сюжет полная фигня. Ну, так вот, тут и её коллега по съёмкам Айлин Мухико подтянулась и сообщила прессе, что хочет взять на воспитание ребёнка. У неё уже трое, и типа четвёртый не помешает. Ну, как-то всё это вовремя получается. Будем следить за процессом. Ну, в смысле, возьмёт или нет ребёнка Айлин. Возьмёт, честь и хвала. Иран Кастильо и Хосе Рон теперь жених и невеста. И даже думают о свадьбе. Ну, вы помните, что не так давно Хосе расстался с рядней диастоксой, без объявления войны, то и совсем неожиданно для него. Всё было хорошо, шоколадно, карамельно, что там ещё можно сказать. И не предвещало вот такого вот конца. Да, и на тебе, бедный Хосе так и не понял, а что, собственно, произошло-то вообще? Чего он такого натворил, что его так скоропостижно бросили? Ну, вот, а теперь у него всё в порядке. Тут даже говорить ничего не надо. И так всё видно. Ну, и Иран наконец-таки нашла своё личное счастье, потому что с личной жизнью у неё там, в общем, сплошные неприятности были. Очень интересная новость. Марк Энтони возобновил отношения с Шеном Далима. И кое-кто поговаривает, что не за горами свадьба. Один из их друзей сказал, что его уже пригласили в качестве свидетеля. Ну, что, вот так вот опять-таки встретились, расстались, опять встретились. Очень гетренная личность этот Марк Энтони. А вот Энрике Эглесси заявил журналистам, что расстался с Анной Курниковой. Даже сказал, что он с ней развёлся. Он сказал, диворсану. Ну, вот, и источники, близкие к паре, уверяют, что это заслуга вовсе не Энрике, а Анне. Она, говорят, собрала вещи и покинула их общий дом. Говорят, ей надоело ждать, когда он на ней наконец-таки женится. 12 лет ждёт и никаких результатов. Ну, и всё, и хватит, надоело. В общем, теперь Энрике остаётся только интервью давать, сказать, что это он с ней расстался. Очень странные слухи ходят о Виктории Руфу и её мужа Омаре Фаяде. Говорят, что Руфу и Фаяде разъехались по разным домам и даже начали бракоразводный процесс. Вики информацию не подтверждает и не отрицает. Хотя одна из телепрограмм уверяет, что их корреспонденты видели их совсем недавно, взявшихся за руки и всё такое прочее. Ну, подождём, конечно, потому что жаль было бы, это одна из самых крепких пар в мексиканском Бомонде. Опять же, у них двое детей. Ну, хотя кого это останавливало, наличие детей. Вот, например, Серхио Сендель расстался со своей женой, а там у него двое. Кстати, они заявили, что знать папашу не хотят. Объявили его в физическом и психологическом насилии. Якобы год назад он избил 17-летнего сына, а дочке перепало словесно. Ну, верим, конечно, он такой, он может. Хотя и сынули сам очень даже способные, посмотрите, какие хорошие фото. Ну, видимо, поэтому Серхио и пьёт. Вот, потому что были там такие новости, что он даже лёг в реабилитационную клинику для избавления от зависимости от алкоголя. Ну, вот, потом он из неё вышел. Вот, смотрите, вот совсем недавно его сняли вот в таком вот замечательном виде. Ой, вот она благодарность-то, да. Растишь детей, растишь, воспитываешь, себя не жалея. Вот так вот. Ну, и напоследок у нас хорошая очень новость от Дании Гарсии. Она у нас женщина экономически очень грамотная. Купила дом в Майами в кредит за 400 тысяч долларов в 2009 году. То есть в самый кризис, заметьте, когда стоимость недвижимости рупнула. И она тут же этот домик, значит, в кредит и взяла. Ещё раз обращаем ваше внимание. 400 тысяч. На сегодняшний день этот дом оценивается в сумму от 900 тысяч долларов до 1 миллиона. Ага. Но самое главное не это. А главное то, что Дана умудрилась этот домик полностью выкупить, выплатив всю сумму в эти самые 400 тысяч долларов. А мы ещё удивлялись, чего эта Данида работает как подорванная и соглашается сниматься в каждой... Не хочется говорить этого слова. Вот. А вот чего оказывается. Зато домик только её. И никому, никакому банку не светит его отобрать из маленьких, но цепких, до нитиных ручек. Ну, что мы можем сказать? Молодец девушка. Не только красивая, не только талантливая, но и очень умная. Вот с кого надо брать пример. На сегодня всё. Подписывайтесь на наш канал. До свидания. Продолжение следует...